Мирикальная возможность, ведь так много о нем говорили, но так мало его еще видели. Мы можем просто посмотреть на него, но и прикоснуться к нему. Итак, армата, гордость российских инженеров, военных и конструкторов. А мощность этого двигателя также выше. Здесь двигатель мощностью 1500 лошадиных сил. В танке Т-90 было 1000 лошадиных сил. И эксперты называют этот танк первым шагом к созданию полноценного танка-робота. Потому что здесь экипаж сидит в бронированной капсуле. Внизу башня пустая, и экипаж танка управляет орудием и башней дистанционно. Уникальная броня на этом танке, композитная броня, она может выдержать любые типы снарядов. А орудие 125-мм способно пробить броню любого существующего танка. Давайте посмотрим внимательно на башню. Если смотреть впервые, то кажется, что ничего особенного. Если только форма немного другая, ну и краска новая. На самом деле, если бы у нас была с вами возможность этот танк просветить, как человека на рентгене, то мы увидели бы, что он буквально напичкан новейшей электроникой. Под слоем краски есть специальные датчики. Это датчики активной защиты. Эрик Хартман ТВ